всем здорова сейчас интересная работка будет показано скажем так нормальная машина которую чуть-чуть в некоторых моментах ненормально сделали на ней крашеный капот крыло стойка потому что такое было поцарапано и пришлось дверь еще красить кому-то красили якобы в переход на дверь что-то у них вся одинаково отличается равномерно по цвету и клиента само собой не устраивает цвет решение было принято какое теперь из-за того что вот так вот получается покрасить переход и переднюю и заднюю дверь лакировать целиком чтобы тут сохранить этот цвет идеально тут сохранить этот цвет идеально и точно также сделать растяг стойку потому что уж очень сильно ну действительно когда близко смотришь очень сильно отличается зерно как лежит тут нормально у них лежит зерно прям хорошо никаких вопросов а тут раком просто стоит как будто крыло с разборки поставили и у них тянулась это все дело аж до если смотреть тут мусор всякий ссор аж до этих пор мне реально остается на переход фигня то есть мне где-то вот здесь вот тут кстати у них последний переход и заканчивался тут видно по переплылу вот этому вот вот он на растях идет то есть мне нужно закончить где-то в этих же пределах сейчас померяем толщину чтобы потом можно было запомнить и сравнить у нас охлеб у нас замечательные запоминательные запоминайте где чё потом напишите в коментах потому что я не как так тут толще чем-то 170 150 переполировали слишком сильно вот тут 120 четко и 160 перехода его видно когда уже помог хорошо от ну вот он тянется так так дверь у нас завод 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 эти какая толщина отличается прыгает от верха до низа в двери 154 ничего себе это как так 112 и такое бывает 121 еще раз может все попало то место 42 до чуть чуть под отличается размером дверь вот он вторичный а то даже и третий окрас неизвестно по каким причинам но мне кажется что тут два раза накрашены поэтому и цвет наверно тянулся ладно не будем гадать чего чего произошло не устраивает описаны госпит описанные вещи поэтому нам нужен бронескотч сейчас запечатываем все соседние зоны чтобы нигде ничего не срапнуть нам нужно под убрать ссор вот этот который видно которые поленились убрать разматывать все серым скотч брайтон туда туда тут тоже подобрать ссор все заматовать переход себе я переживаю за вот это вот переход я буду делать именно в районе где они его делали тянуться ниже уже рискованно слишком широко вот тут останавливаться нельзя потому что тут еще рачком лежит зерно то есть я до этих пор буду красить где они закончили где-то тут распыляться по работе уйти приступать а и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 А пока делал перетирку скотчбрайтом, я обратил внимание, что у меня как-то даже матирующая паста не цепляется, то есть в разводы уходит. А потом, когда уже начал обклейку, я понял, есть такие любители силиконов жидких, дешевых, дешманских, ярые, которые всем этими делами запшикивают все, что можно. Само собой это попадает на прилегающие соседние зоны по кузову. Так вот, будет огромнейший прикол, особенно на лаке. У меня элементарно может попросту не получиться переход, раз. Второе. Жировыми пятнами может покрыться вообще все, что есть на автомобиле. Это два. И третье. Все претензии, само собой, лягут на меня. Как бы от этого себя уберечь? Я сам задал себе такой вопрос. То есть изначально проверить как-то это очень сложно. Чтобы вот принимая машину, иногда даже, честно скажу, проще отказаться от таких автомобилей, чем потом объяснять человеку, почему все-таки придется теперь все снимать до металла, чтобы получить нормальный результат. И человек этого просто не сможет объяснить. У меня есть добавка антисиликоновая. Это по сикинсу. Обязательно ее добавим в лак. Это единственный сейчас вариант. Я мало того, что в камере пока все делал, три раза обезжиривания проводил обеими смывками. То есть водной и сольвентной. Три раза это все делал. И я реально переживаю за кратера, особенно на стойке водительской, которая над головой идет, которую мы переделать в переход будем. По дверям там тоже есть нюансики, но в то уже будем смотреть. Короче, антисиликоновая добавка – это единственный мой подстраховочный шанс, чтобы обезопасить себя, где она есть, от кратеров. Добавим мы ее на процентов 5 точно. Сейчас делаю краску. Сразу в краску добавляю вот этот переходник, блендер. И пойдем трудиться. Здесь я краску делаю однослойную. Ой, извиняюсь, ошибся. Здесь я краску делаю на обычном разбавителе, на 900-ом, потому что в переход. Я через месяц лечу в Италию на завод. Там я позадаю кучу вопросов технологам непосредственно, технологам завода, по поводу вот этих всех, как делать переход при однослойной окраске. Потому что меня это очень интересует. Здесь бы я мог сделать добавку one-step и, скажем так, нанести не два с половиной слоя, да, там, с небольшим промежутком по времени, а просто один слой и уйти. Вот чуть позже пока что будем выкрашивать на том, на чем есть. На том, на чем, точнее, мы уверены. Есть. Это обычный разбавитель, активатор. Там ничего страшного. Программа всегда показывает, ага, дикий ужас, что вы. Все очень плохо по разбавителю. Все, краска у нас готова. Теперь у нас там было 105 грамм. Обновляем весы и добавляем 50 грамм вот этого. Много, много не надо, как бы. 100 грамм прям я не буду наливать, но половиночку добавлю. Все. Теперь активно вымешиваем все. Это очень важно. со стенок стакана собрать все остатки пигментов. Потому что там на стенках залипает синенькие, желтенькие. Если их не вымешать, блин, почему потом цвет не совпадает? Да что ж такое. А стаканчики надо хорошо облизывать. Краска становится жиже. Ну, мы добавили половину еще какой-то фактически воды специальной. Краска очень жиденькая. Для воды это нетипично. Посмотрите, как этот как сольвент. Но это спец уже спец краска, не просто цвет. стаканчики. Вот еще один минус подготовки на мокрую. Капельки воды я их уже выдувал, выдувал, один хрен вытекают. сейчас липкой салфеткой. Продуваем, протираем, обдуваем всю машину. Там все обезжирено. Под переходами как бы все сделано. ручки бумагой запиханы. все. Все. Клипсы все сняты. Это гораздо проще, чем их обклеивать. Не знаю, что ребята настолько поленились. Тут тоже повыколупывал бумагой на отворот, не будет жесткого ребра. Но то ребро, которое уже есть, я с ним ничего не сделаю. Его как бы не видно, да, я согласен. Но это неприятный такой аспектик. приступаем. Есть. Начнем со стойки. и к дверям. В ТДС к этому переходному разбавителю указано красим снаружи вовнутрь. Внутрь у нас вот тут. то же самое тут. То есть по дверям еще один такой, то есть снаружи. Я сейчас взял максимально широко, да. Давайте чуть вниз уведем. внутрь это еще один проход будет фактически тут посерединке. Так, начинаем обдувать. Возвращаемся, так сказать, к мамонтам, когда надо просушивать. просохло все довольно-таки быстро. Продул, просушило. Видно, вот тут у меня заканчивается переход. Дальше я уже не лезу, поскольку, во-первых, красим снаружи вовнутрь, во-вторых, мне нужно где-то лачком себе место ставить. есть, так же обдуваем. В принципе, процесс, вы знаете, довольно-таки быстрый. мы эту добавку применяли чисто на переходах, там, арочки пробовали, там, где она была именно финишным слоем, то есть просто разбивали. Так, чтобы ее целиком ей окрашивать, я не применял. Но тут прикол в том, что окрашивать тут нечего, тут надо просто сравнять, фактически сделать финальный переход. Ну, вы знаете, судя по бумаге, она кроет вполне неплохо. и еще из интересного у нас сейчас будет новый лак для меня. Я уже делал им несколько элементов. Это МС-405 леклеровский полутораслойник. Бодрый лачок. Ну, все, зернышко разровнялось и лежит мелко одинаково. продолжаем. Сейчас чуть уберу подачи, чтобы не так сильно. И мне нужно теперь сделать присып. Тоже самое тут. Все. Сейчас пойду пока помою пистолет. Тут оно обдуется, обсохнет. Ну, оставим минут на 15-20. отлично не будет, потому что мне надо все липкой салфеткой поперетирать. Смотрим, что по цвету сюда ничего не попало. То есть, тут все идеально чисто. Ну, липкой салфеткой все само собой протирается. Сюда тоже ничего не попало к крылу. Тут только около стойки, но тут без вариантов. Здесь вот мы остановились, четко видно, ну, вот припыл. Зона под лак у меня остается хорошая. Плюс парашют. мотирование заканчивается вот тут вот, аккурат, под скотчем. Парашют на всю вот эту глубину. То есть, места мне достаточно. Я пылить буду лаком прямо туда, а потом расклеюсь и уже переходничок с лаком буду добивать по месту. В общем-то и в целом и так. У нас сейчас будет участвовать новое оружие. Не массового, но поражения, так сказать. это LPH 80 с Dizoy 1.2 для перехода будет просто пушечно. Уже опробован нескольких элементов. Прекраснейший ствол. Туда мы зальем сразу с переходничком лачок. и само собой WS 400 с Dizoy 1.5 HD маркировка. Лачок. макрофан Ultra HS NC 405 отвердос к нему 110 это нормальный отвердитель средняя скорость сушки но он сохнет все равно быстро. если взять 115 отвердитель он сохнет гораздо быстрее если взять 120 отвердитель и 120 добавку он сохнет за 5 минут. Но нам это сейчас не нужно. Как он царский пахнет. если вы ощущали это ништяк вообще. Сколько мне надо на весь этот объем густяка возьмем наверное густяка 150 потому что я делал у него расхода вообще нету. Очень очень мало надо. Его можно убавить по ТДС 10-15 процентов но начнем с антисиликона набираем мерный кальпачок и делаем вот так. Это прямо необходимо при вот этой вот покраске потому что вот эти эксперименты и 741 нормальный разбавитель еще 10-15 процентов можно смело есть теперь это дело все вымешиваем и разливаем по нашим пистолетам ВС я заливаю так как он есть в густом состоянии в ЛПХ-80 я заливаю с этим добавлением буквально мне надо чуть-чуть там 15 того и того и все будет у нас для перехода готово то есть я для перехода просто отдельный пистолет с хорошей разбивкой мелкой правильной нормальной скорости подачи материала прям то что надо Санек вчера им лачил на мазе там крыло два порога и переходы делал на двух крыльях говорит блин шикарная вещь прям понравилось очень на стол реально классно диза 1.2 для всяких подкрасов там на переходах просто пушка воронка 125 микрон поехали ну не знаю это даже много вот так сделаем то есть буквально мне нужен детель детель туда наливаем переходничка обмываем со стенок стакана все это дело нужно это для того чтобы реально классно размыть переход в дальнейшем для себя с меньшими сложностями и еще у меня есть в баллоне уже чистый переходник и можно допшикать если там что-то уж совсем мелкое какой-то припыльчик там разбить это будем смотреть по факту все закрываемся есть закрываемся тут есть и идем плачется начнем с под парашюта так правильный проверяем тут все нормально сейчас посмотрим если есть какой-то перепыл да он будет у нас на салфетке явно виден на салфетке явно ничего нет протираем тут тоже ничего нет да нет что-то чуть-чуть есть не пойму что это я в итоге вытер но что-то вытер теперь чисто то же самое все можно приступать плачется начнем с дверей и закончим батоном давление 1.8 подачу можно чуть прикрутить поехали первый припыл повыдуваю чтобы точно ничего оттуда не выскочило в плане капельки водички поехали я первым слоем тут рисую шагрень я кладу капельку вот такая капелька она крупненькая не замкнутая между собой ну по крайней мере там не везде замкнутая да и второй слой будет в глянец он даст уже именно результат который мы ожидаем вот я вот так прям на парашют ничего не стесняясь как говорится ничего не боясь поехали «мя pouco» «мяюсь» «мя pouco» «мя pouco» «мяrete» «мяку» «мякре» «мякой» «мяется» «мяко» «мяку» «мяка» Продолжение следует... Ой, огонь! Как мне нравится! Просто шикарно! Ох, блин, лака ещё! Ё-моё! Надо было разводить, а то даже не 150, а 120. Расход, расход у лака. Замечательный расход. Эх, иди сюда, краешек. Обязательно кто-то не вовремя будет звонить. Раз. Раз. Время есть. Этот лак позволяет так поиграться. Это то, что мне в нём очень понравилось. Да занят я, ребята! Не звоните мне сейчас. Берём лапша. Лапша. Не зря её лапшой называют. Давление двоечка. Воздуха туда фактически не слышно. Подачу. Делаем чуть-чуть. И у нас вот тут вот. Заканчивается матовость. А вот тут у меня сейчас переход. Делаем вот так. То есть тут у нас имеется сейчас лачок. Я им фактически долачиваю там, где я мотовал. Не спешим с одного захода. Ёптель-моптель. Что-то выдуло. Что-то выдуло. А я знаю даже, что это. Что-то у меня под бумагой было. Кусок салфетки, сука. Ты смотри. Очень страшно. Сейчас уберём. У нас же тут лачок, правильно? А потом мы это уберём как соринку. А вот оно, на первый кроторок. Обратите внимание, вот тут. Эх. Эх. Ну, благо, в общем. То есть по кроторам я пока что ничего не вижу. Обычно кротора, если появляются, они сразу лусь. То есть добавочка работает. Переходик размывается. Мне нравится. Сейчас чуть-чуть подождём. Буквально тут можно обдуть слегка. И ещё. Чтобы главное не собрался потёк вот тут вот на торце. Как бы нос. Мало приятно, согласитесь. Ну, в принципе, в принципе, и хороший. Сверху. Всё. Хорош. Ну, и вот. Ну, и его нахвик. Так, ну, это соринка. Я сейчас сразу просмотрю по кроторам. Потому что если есть какие-либо прям очень-очень крупные, то лучше их, знаете, там даже поставить зубочисткой пару капель. Пусть она смотрится как огромная сорина. Её потом можно вытащить. Но дырка, которая от кратера остаётся, это непоправимо. Прям вообще непоправимо. Тут мне всё нравится. Теперь структурка базы лежит чётенько. Тут покрашена досюда. Дополнительно залачена досюда. Ах, нравится. Прям лачок такой, знаете. Это то, что я искал давно. Я этот лак взял буквально на той неделе. Отлачил им два элемента. Вот оно. Это то, что мне надо. А как он сохнет и трётся. Блин, это надо только пощупать и попробовать. Ну, иди сюда, моя родная. Классная. Блин, я тащусь. Особенно тут это. Это я себе под Новый год купил подарок. Ах. Ну, он чуть раньше у меня ушёл в дело. Всё. Идём, моем ствол. И включаем сушку. Включим сушку. Через полчаса зайдём. Расклеимся. Посмотрим на результат. Так. Прошло после выключения сушки. В час. Всё. Лак полностью сухой. Знаете, мне тут пару соринок убрать. И это всё. Но машина не спешит. Я её вообще должен был красить послезавтра. Он так вышел, что покрасил сегодня. Поэтому время ещё есть. Сейчас выходные впереди. Давайте расклеим. Глянем. Потому что там-то по цвету всё понятно. А вот тут... Ой. 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 Аж отлягло. Хорошо. Всё хорошо. Потому что я чуть-чуть переживал. То есть я выбирал так. Мешать два цвета. Получается, уже я ухожу как бы вне запланированной растраты. Потому что два цвета. Каждый из них по 100 грамм минимум слива. Глупо. Поэтому я выбирал так. Чтобы мне было и сюда хорошо, и к заднему крылу хорошо в плане не отхождения от заводского цвета. В принципе, так же, я так понимаю, и действовали колористы, которые сюда краской мешали. Они выбрали цвет неплохо. Положили его просто неправильно. Это была ошибка именно маляров. То есть я тут подровнялся так, как должно быть. Сюда хорошо. Сейчас расклеим тут. Всё посмотрим. Чуть позже, когда будем полироваться, померяем толщину. Потому что сейчас всё-таки, как бы, ну, лачок ещё свежий. Не хочу тыкать толщиномера у него. Вот так. Сейчас расклеим чисто, глянем, что у нас, да как у нас. Захочешь оторвать, блин, не оторвёшь. Тут подвалик всё было сделано. Само собой, просто салфетка тиранут. Ха! Смотри, какой прикол. Подтёк заводской. Вот одна соринка. И сверху ещё где-то тут. Опять, блин, что-то у нас Мирковский валик вот этот. То ли он пересох, не знаю. Но что-то он начал сам отслаиваться от проёмов. Хотя изначально всё было очень хорошо. Я им был прям доволен. Очень удобно его клеить в проёмы сюда. Под обратку. Но как-то он хреново начал держать. Так, продолжим. С бэмэвой заниматься. Лачок просох хорошо. Я уже поставил ручки на места. Молдинги тут кое-что подполировывал по мелкому ссору. Полируйся лак-классом. Переход отдельно ещё просушил лампой. Сегодня у нас понедельник. Красил в субботу на ночь. Берём Ковакс зелёный. 2000-ка, по-моему. Аккуратненько сейчас поподтираем. Глянем, может быть, 3000-кой надо пройти. Я, честно говоря, чуть-чуть волноваюсь за переход. Потому что тут уже было и без меня, скажем так, наделано. Чтоб он просто никуда не тянулся. Вот тут кратер, который был, он так и останется. Я с ним ничего не сделаю, к сожалению. Я сразу стягиваю свой лак с переходником до матовой зоны. Чтобы не делать это кругом, не пережигать, ничего тут. Не перепаливать. Вот тут хорошо тянется, вот тут что-то не очень. Вроде как начал упираться в матовость. Есть. Есть, есть, есть. Так, протираем. Далее берём на микрофибру. Пришла мне картек. Большая баночка. Уже на более детальные тесты. Потому что маленькую выработали. Маленький объём. Меня заинтересовало, скажем так. Приступаем. Средние обороты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Ну, есть что есть Ладно, всем пока